МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 15 октября, родились. Петр Козлов – замечательный русский путешественник, открывший следы древней тангутской цивилизации и мертвый город Харахота. Генрих Альшулер – изобретатель, писатель, фантаст. Среди его изобретений – скафандр, катер с ракетным двигателем. В этот день, 15 октября 1806 года, в состав Российской империи вошло Бакинское ханство. Ханство не спасло даже вероломное убийство в ходе переговоров русского командующего Цицианова. 15 октября 1908 года состоялась премьера первого российского кинофильма «Понизовая вольница». Картина была снята мотивом «Народные песни» о Степане Разине. Она длилась 7 минут. 15 октября 1904 года вторая Тихоокеанская эскадра вышла с Балтики к Порт-Артуру. Через несколько месяцев ее уничтожат японцы Усусимы. 15 октября 1967 года под Волгоградом было завершено строительство статуи «Родина мать зовет». 15 октября – День памяти благоверной Анны Кашинской. Годы жизни благоверной Анны Кашинской пришлись на непростое время междуусобные распри князей и правления ордынских ханов. Воины как внутри русских земель, так и карательные походы из степи. Не зря ее деда, ростовского князя Бориса Васильковича, прозвали «печальником земли русской». Он неоднократно посещал ставку орды, пытаясь договориться с ханами о смягчении налогового бремени. В чем ему помогали дипломатические качества, доброта и глубокая религиозность. Надо сказать, последняя черта особенно украшала семейство, в котором росла будущая княгиня. Незлучайно так много ее родственников были канонизированы. Некоторые из них даже под угрозой смерти в ханской ставке не отрекались от своей веры. Не стало исключением и княгиня Анна через столетия, причисленная к лику святых. Девушка довольно рано вышла замуж за тверского правителя Михаила Ярославича и до поры не помышляла о монашеской кели. Ее супруг был телом велик зело, мужественен и страшен взором, обладал волевым и прямым нравом, правил честно и достойно. Критическим его жизни в жизни всех тверских князей стал конфликт с московскими правителями. Юрий Данилович Московский выгодно женился на родственнице хана, он обрел силу, чем поспешил воспользоваться, двинув войско против Михаила Ярославича. Тверской князь не пошел на попятны, ему удалось даже в главном сражении взять верх над общими московскими татарскими силами. Но мощь сторон была слишком неравна. Князь Михаил, оказавшись в ордынской ставке, был мученически убит. Пытаясь поквитаться за отца, от рук монголов погибли двое сыновей и внук. Вдовство и трагические потери разделили жизнь княгини на до и после. Она удалилась в монастырь, долгое время была настоятельницей тверской обители, пока не переехала в город Кашин, став позже его духовной защитницей. Подтверждением этому стало событие XVII века, когда во сне Анна явилась местному больному Панамарю, излечив его и наказав, перестать использовать ее гробницу как лавку для прихожан. «Вы мною пренебрегаете и попираете ногами, и не понимаете, что я храню ваш город от врагов, зол и напасти». С того момента к ее мощам начали стекаться толпы паломников, многие из которых по молитвам получали божественную помощь и исцеление. А сама княгиня Анна была канонизирована. Правда, ненадолго. Вследствие проведения Никиновских реформ времен царя Алексея Михайловича и как следствие церковного раскола под сомнение были поставлены некоторые факты из жития святой. «Причину пересмотра и уничтожения канонизации Анны Кашинской должно видеть в ее благословляющей руке и не может подлежать никакому сомнению, что это именно так и есть», утверждал религиозный историк Евгений Голубинский. Уникальный и прискорбный случай святая Анна Кашинская на время была исключена из церковных книг. Лишь 300 лет спустя по инициативе государя Николая II доканонизация была отменена, о чем гофмейстер Бюнтинг лично доложил во дворце. «Ваше императорское величество сегодня в Древнем Кашине совершилось торжество восстановления церковного почитания святой благоверной великой княгини Анны Кашинской. Преклоняясь перед своей вековой святыней, жители Кашина в день исполнения их заветного желания возносят горячие мульбы. Да пребудет Анна Благоверная, молитвенницы перед престолом Всевышнего». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова